Ну а у нас в студии человек, который расскажет все о новой зоне отдыха, строящейся в районе озера Тулпар. Ну и не только они. Расскажет и о том, как взаимодействуют наши местные органы вместе с населением. Это Ерлан Есеркепов, руководитель сектора благоустройства отдела ЖКХ города Шенкента. Здравствуйте, Ерлан. Здравствуйте. Ерлан, что за новая зона отдыха? Вот столько об этом говорится, говорится, но хотелось бы из первых рук информацию получить. Ну на зоне, на территории Тулпара сейчас в данный момент строятся детские карусели. Сейчас, если вы видите, там построили уже колесо обозрения. Да, огромное. Около 50 метров высотой в целом. Также там на самом озере устанавливаются катамараны. А будут ли там водные развлечения, помимо катамаранов, но те же водные горки, скажем? Ну там будут еще канатные такие дороги, через целое озеро, которое будет спускаться. С одного берега на другой берег. Это что-то типа Тарзанки, да? Да, типа Тарзанки. То есть это не аквапарк, а просто парк развлечений? Парк, парк развлечений, да, не аквапарк. Там даже, в принципе, и купаться нельзя нельзя. Почему? Ну, как бы сам Тулпарк уже конструкция, что было забито нервно по краям, как бы не приспособлен для этого. Понятно. А где у нас можно в городе искупаться? Есть такие зоны? Ну, у нас же вроде есть и частные. Нет, не частные, если бы. В самом городе нет. Кроме Кошкараты. Кроме Кошкараты. Вот, кстати, о Кошкарате и поговорим. Как много времени понадобилось на то, чтобы ее вот настолько сильно изменить, эту зону отдыха? Ну, в принципе, по поручению Акима много времени понадобилось. Около 10 дней там были построены лежаки, беседки, плюс раздевалка. Да. И несколько видов еще скамеек дополнительно, да, как бы для удобства горожан. Планируется что-то еще там делать или нет? Ну, идеи много, в принципе. Сейчас вот дополнительно еще мы должны несколько конструкций еще установить. Там еще вокруг самих лежаков будут перилы стоять. Ну, еще дополнительно сейчас мы внесем предложение, дальше сейчас увидим. Ну, а появятся ли там элементарные будки по продаже напитков, прохладительных, мороженого? Это тоже вопрос сейчас тоже, да, рассматриваем, как бы все это установить, с предпринимателями тоже. Это предприниматели должны сами обратиться в Акимат с просьбой выделить им место или как? Ну, это вопрос сейчас рассматривается, как это будет процедура. Понятно. А вот чуть дальше там вот этой зоны был раньше бассейн для школы, там лагерь одно время был. Этот бассейн, он так и остается, ничего там на его территории не делается? Нет. Нет. Что еще по благоустройству делается в городе? Какие-то парки, скверы? Нет. В данный момент сейчас у нас в портале по поводу Карасу у нас реконструкция стоит. 17-й микрорайон у нас сейчас в данный момент. Сейчас еще подрядная организация еще не определена. И плюс улица Назарбекова тоже сквер. Там продолжение первой части сквера, которая есть, и есть у нас вторая часть. Ну, до вашего прихода мы смотрели сюжет о том, как при помощи WhatsApp решаются городские проблемы. Вы руководите сектором благоустройства. Насколько этот сервис удобен? Может, он вообще не нужен? Нет, почему? Я бы так и не сказал, что нет. В данный момент он как раз и нужен. Это напрямую общение с горожанами. Это вообще, в принципе, как идея руководства, это, в принципе, нам на руку. Это как колл-центр. Вот если, грубо скажем, у нас в отделе 5-6 человек, которые физически, мы тоже, как бы, весь город обход тоже не можем. Но благодаря программе и саму WhatsApp, что нам горожане отправляют, для нас это стало более удобнее, в принципе. И на данный момент, на сегодняшний день работать очень с ней сейчас выгодно нам стало. Это оперативное решение проблем. Вот оперативно, как много времени проходит после того, как поступает заявление? Нет, в зависимости от вида работы. А так в течение дня. В течение дня. Ну, я знаю, вот с вопросом мусора вообще быстро и очень легко решается, если там все. А вот с освещением недавно был случай. По-моему, по Аскарова говорили, что не работают фонари, а потом уже выложили, да? Ну, естественно, если он ночью, как бы, не работал, то на следующий день утром это все, ребята наши, все это проверяется, естественно. И по возможности, так же, на следующий день, ночью она будет гореть уже. Там бывает просто всякое короткое замыкание. Или рубильник, или автомат, что-то вышло из строя, естественно. Все от возможности, если есть такая возможность, в этот же моментально это все устраняется. Ну, понятно, что WhatsApp помогает решать многие проблемы, да? И остается что сказать? Просто попросить людей не оставаться равнодушными? Да, конечно, да. Обращаться, звонить, писать, фотографировать все это дело? Более-менее оперативно решать. Если кто-то что-то там, мусор, если не стесняться, зачем стесняться? Ну, того человека или сфотографировали, или иная какая-то автомашина госномером, конечно, отправляйте, и мы будем принимать соответствующие меры. То есть не только мусор уберете, но и накажете? Конечно, будем наказывать. Ну, это здорово. Ваши пожелания всем, кто нас сейчас смотрит? Ну, наступил сезон выходных, отпускных сезон. Хотелось бы, чтобы все люди в этот летний период отдохнули, восполнили все те силы, которые были потрачены в зимний, весенний период. И начинали работать в будущий сентябрь, весенний, осенний период. На благо нашего города. Конечно. Ну, спасибо, что были сегодня с нами. Всего вам доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова